Овсянка. Польза и вред овсяной каши. Все привыкли считать, что овсянка диетический продукт и овсяная каша по утрам исключительно полезна. И правда, она улучшает пищеварение, укрепляет волосы, устраняет боли в мышцах, укрепляет сосуды, снижает холестерин, повышает тонус организма. Так мы же овсянку, вареный овес, не едим. Смотрите химический состав и пищевую ценность натуральной овсяной каши из цельных зерен овса. Такую кашу по утрам подают в Англии и Шотландии. Овсянка, сэр. А мы едим овсяные хлопья. Экстра или геркулес. У них состав совсем другой. Хлопья содержат больше крахмала и меньше клетчатки. В результате некоторые положительные качества проявляются в меньшей степени. А вот отрицательные все остались в полном составе. Зато варить такую кашу нужно намного меньше. А хлопья быстрого приготовления можно просто залить кипятком. Так что не все овсяные каши одинаково полезны. И натуральная овсяная каша, и геркулес демонстрируют следующие отрицательные свойства. Они содержат фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению кальция. Это грозит развитием остеопороза. Содержат клейковину, которая склеивает ворсинки в кишечнике, что мешает им всасывать питательные вещества. Каша очень калорийная. Необходимое количество калорий вы уже получили. И быстро усваивается. Вы опять проголодались. Содержит много крахмала, который в организме перерабатывается в сахар, что повышает уровень глюкозы в крови, что заставляет вырабатываться инсулин, что грозит развитием сахарного диабета. Вывод. Есть можно, но не каждый день. Впрочем, как и все остальные продукты.